Если вы в восторге от британского акцента, культуры и погоды, тогда вам точно стоит переехать в Англию. В этом видео я расскажу про 5 самых популярных вариантов, которыми вы можете воспользоваться для иммиграции. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, потому что здесь все про иммиграцию от профессионалов. Итак, первый вариант для переезда в Британию – это иммиграция через работу. Этот способ подойдет тем, у кого есть работодатель в Британии, который готов пригласить вас в страну и подписать с вами контракт. Звучит несложно, осталось только найти работодателя. Но важно понимать, что для такой иммиграции вы должны быть высококвалифицированным специалистом с соответствующим образованием и опытом. При этом вы должны иметь реальное документальное доказательство своего профессионализма. То есть, этот вариант не подойдет, например, няням. К тому же вам обязательно нужно будет сдать тест IELTS на знание английского языка. А также есть отдельные требования к вашему работодателю. Он должен иметь разрешение на трудоустройство иностранного сотрудника. А ваша зарплата по контракту не должна быть меньше минимального для Британии годового дохода, а это 38 700 фунтов. Кстати, на практике, если вы едете работать менеджером или инженером, вы без проблем достигаете этой суммы. Второй способ – это иммиграция через бизнес. Это вариант актуальный для тех, кто планирует открыть свою компанию на территории Британии и готов вложить в нее не меньше 200 000 фунтов для ее развития. Для этого вам нужно подтвердить наличие этих средств на банковском счету, а также объяснить, как вы их получили. Важным моментом является также бизнес-план, который вам нужно будет составить. В плане нужно описать абсолютно все – идею бизнеса, как вы планируете его развивать, чем этот бизнес отличается от уже существующих в Британии, а также сколько рабочих мест вы планируете создать и как этот бизнес будет полезным для государства. Для этого варианта иммиграции вам также нужно будет сдать IELTS. Третий вариант – это виза инвестора. Для этой визы вам нужно иметь 2 000 фунтов, которые вы готовы инвестировать на территории Британии. С этой визы вы получите вид на жительство уже через 2 года. Это самый дорогой, но и самый быстрый способ получить постоянный вид на жительство в Великобритании. А вот при иммиграции через работу или бизнес для получения такого вида на жительство вам придется прожить в стране минимум 5 лет. Четвертый способ – это семейная иммиграция. Этот вариант подойдет для тех, у кого есть партнер, гражданин или постоянный резидент Британии, и вы хотите воссоединиться с ним. Для этого способа вам нужно будет предоставить свидетельство о браке или планируемой регистрации при оформлении визы невесты или жениха. Но! Если вы расписались совсем недавно, то вам понадобится также собрать как можно больше документов, чтобы доказать реальность этих отношений. Это могут быть ваши совместные фото, подарки, совместный счет в банке или выписки про денежные переводы друг к другу, совместная аренда жилья или отеля. Также вашему партнеру в Британии нужно будет доказать, что он достаточно зарабатывает, чтобы вас обеспечивать. А это значит, что он должен зарабатывать минимум 38 700 фунтов в год. Поэтому, если ваш партнер студент, пенсионер или просто временно безработный британец, который не получает соответствующего дохода, этот вариант иммиграции вам не подойдет. И да, для этого варианта вам также нужно будет сдать языковой тест. И пятый способ иммиграции в Британию – это студенческая виза. Да, это не иммиграционная виза, и после окончания учебы вы не получите вид на жительство, но благодаря учебе в Британию вы сможете получить образование, которое в дальнейшем поможет вам переквалифицироваться в одной из ранее перечисленных категорий виз. Для получения студенческой визы вам нужно выбрать вуз, сдать внутренние экзамены, языковой тест тоже, конечно же зачислиться на курс и оплатить обучение. Ну а после вам нужно подтвердить наличие денег на счету, которыми вы будете обеспечивать себя на протяжении как минимум первого года обучения в Британии и получить британскую визу. Любой из этих способов поможет вам осуществить свою мечту и переехать в Великобританию. Если вы не знаете, какой из них вам подойдет лучше всего, обратитесь за консультацией к юристу. Перед подачей документов обязательно пересмотрите все документы, перечитайте все инструкции и требования и ответственно отнеситесь к подготовке документов. Ведь получение визы в Британию – задача не из легких. А если вы еще и наделаете ошибок, то путь туда будет вам вовсе закрыт. Поэтому если вы не уверены, что сможете оформить все верно с первого раза, пишите нам, и мы поможем получить желанную визу. Наши контакты в описании. Обязательно ставьте лайк и делитесь в комментариях, если уже пытались получить какую-то из этих виз в Британии. Как все прошло, с чем были проблемы? Это будет очень полезно для тех, кто только планирует переезд. Продолжение следует...